Здравствуйте! В эфире «Мои Удмуртии новости» в студии Марина Баль. Полиция предупреждает, в Удмуртии объявились новые мобильные мошенники. Они представляются сотрудниками банка и сообщают, что карта клиента заблокирована. А после предлагают перевести деньги на новый счет или просят указать номер карты и ее пин-код якобы для разблокировки. В МВД поясняют, сотрудники банка не имеют права требовать личную информацию и блокировка банковской карты происходит только по личному обращению клиента. Полицейские советуют ни под каким предлогом не переводить средства на чужие счета и мобильные номера. И главное, срочно позвоните в службу поддержки банка по номеру телефона, указанному на вашей карте. И еще в Ижевске вновь выявлены фальшивые купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Одну из них обнаружили в торговом центре Первомайского района, а другую уже в банке, куда она поступила из ювелирного магазина. Правоохранители еще раз напоминают о бдительности тем, кто работает с наличностью. И если фальшивка обнаружена, срочно звонить 02. Сбывать подозрительную купюру нельзя. Это уголовно наказуемое деяние. За изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных банкнот грозит до 8 лет тюрьмы плюс миллион рублей штрафа. Налоговики сегодня попросили всех жителей республики запомнить одну очень важную дату. С этого года по всей стране установлен единый срок уплаты всех имущественных налогов для физических лиц. С новым налоговым календарем познакомились и наши корреспонденты. 1 октября в налоговом календаре теперь особая дата. До этого срока всем гражданам нужно будет уплатить все свои имущественные налоги. А это транспортные, земельные, а также налоги на дома, квартиры и другую недвижимость. С этого года дата единая по всей стране. Об этом налоговике еще раз напомнят в своих уведомлениях. Их разошлет до конца лета. Тех же, кто таких писем не получит, просят обратиться в инспекцию. Теперь налогоплательщики обязаны сами заявлять о наличии у них имущества. Конечно, поясняет инспектор, бежать всем налоговые не нужно. Но те, у кого есть дача, машина и другое имущество, на которое ни разу не начислялся налог, сделать это необходимо и как можно быстрее. В 2015 и 2016 году действует период налоговой амнистии. То есть, если физическое лицо в этот период времени подаст соответствующее сообщение налоговый орган о наличии у данного физического лица объектов налогообложения, по которым им никогда не было получено из налогового органа уведомление, налог будет исчислен начиная с года, в котором было представлено сообщение налоговый орган. С 2017 года таких поблажек уже не будет. Налог насчитают сразу за три года, а еще начислят штраф. Еще одно новшество с этого года начислять налог на недвижимость будут по кадастровой стоимости, а на выше инвентаризационной, по которой налог рассчитывают сейчас. Этот момент законодателю учли и предоставили вычет. Он предоставляется на каждый объект имущества, а далее расчет ведется в зависимости от количества собственников, поясняют налоговики на примерах. К примеру, если собственников в квартире несколько, то соответствующий налоговый вычет по налогу на имущество физических лиц в размере 20 квадратных метров кадастровой стоимости распределяется между всеми собственниками этого имущества. Льготы сохранились, правда распространяться они будут только на один объект налогообложения. И еще напоминают налоговики, платить налог на имущество жителей Удмуртии начнут только в 2016 году, по итогам нынешнего года. В Ижевске на пригородных маршрутах начали принимать к оплате транспортные карты. Раньше расплатиться можно было только наличными, а между тем электронными проездными пользуется каждый десятый пассажир, поэтому перевозчик планирует внедрять систему на всех пригородных автобусах. У кондукторов сейчас появляются терминалы, пока они появились на пяти маршрутах, но мы планируем до конца января, может быть в начале февраля, появятся на всех маршрутах, которые начинаются на 300. Затем, когда у нас в конце апреля, в начале мая откроются дачные маршруты, номера которых начитаются на 400, на них тоже будут действовать транспортные карты, электронный кошелек. Экономия при пользовании транспортной картой составит до 5% от стоимости проезда, это от 85 копеек до 11,5 рублей на дальних маршрутах, например, до Ольхова или Сосновки. Сейчас терминалами уже оборудованы 321-й, 326-й и 331-й маршруты, а также 301-й маршрут до Завьялова и 308-й до Июльского. С инициативой введения электронного кошелька выступили пассажиры пригородных рейсов. Удмуртия ищет первого слэммера. Это такой поэт, который читает свои стихи на особый манер, да так, чтобы весь зал ахнул. Такой конкурс очень популярен в Европе. Модным шоу он становится и в Удмуртии. Организаторы объясняют, в год литературы литература будет особенной. Новые поэтические чтения проведут в каждом районе республики, а начали с Алнашского. Он первый по алфавиту. Вероника Ваулина подробнее. Эстонец Ян Малин дает мастер-класс поэтического слэма. Он победитель европейского конкурса, знает, чему учить удмуртских авторов. В Алнашах Ян показал, как читают свои стихи настоящие слэмеры. В Эстонии проходит так, что совершенно свободно. Сцена предоставлена для стихи, совершенно не выходит из автора. Прямо кажется, что автор выходит и читает их просто как из пулемета, как какой-то фонтан. Передать содержание через эмоции, жесты, мимику – основная задача слэмера. Писать стихи – это одно, а читать их перед публикой совершенно иное. И декламировать по-новому пока получается не у всех. Слэмер – это может читать рэп, может на электрогитаре выйти спеть, может сплясать и в это время читать стихи. Ну, то есть формы разные могут быть. Но пока мы еще, как я вижу, вот мы уже третий раз проводим слэм. В прошлом году, в конце года мы в Можге провели этот слэм. И пока все читают просто стихи. Среди участников Людмила Васильева. Она уже более 30 лет плавает в стихах. Читает только близким. А сегодня впервые решилась выступить перед публикой. Алнашская поэтесса рассказывает, что ее рифмы про жизнь, про природу, про женскую душу. Строки приходят спонтанно, порой в местах совсем не поэтических. Они получаются, вы знаете, сходу, сходу. А раньше, пока шла на работу, или с работы иду, они приходят. А сейчас, пока корову дают, пока скотину кормлю, вот и приходят в голову. Поэтический слэм моден на Западе. Популяризировать его в Удмуртии и пробудить интерес к литературе, в том числе к национальной, задачи организаторов. Такие поэтические слэмы пройдут в каждом районе республики. В конце года определится имя первого удмуртского слэмера. На выставке продажи Ивановского текстиля в Ледовом дворце Ишталь чего только нет. Комплекты белья любых размеров. Взрослые, детские, полотенца, подушки, носки, водолазки. А вот эти счастливые панды на цветочной поляне больше напоминают картинное панно, нежели просто европододеяльник. Он шит из совершенно нового материала – полисатина, который позволяет создавать объемный рисунок. Там присутствует синтетическая нитка, просто из-за этого, для того, чтобы держался 3D-рисуночек. Только для этого синтетического. Он также не мнется, не линяет, не электрализуется. Новый материал, ноу-хау считается. Качество шитья, я вам скажу, очень замечательно. Людям нравится. Мы к вам не первый раз приезжаем. Люди сами приходят и говорят, приезжайте, приезжайте еще. Ижевские покупатели ивановскую продукцию уже изучили. Римма Корнева еще летом приобрела двуспальное одеяло из верблюжьей шерсти. Очень понравилось. Теперь по заказу дочери выбрала и одеяло, и, как сама говорит, дышащие бамбуковые подушки. И внукам носочки. В общем, сколько смогла унести. Признается, это только начало. Собирается прийти на выставку распродажу ивановского текстиля еще не раз. Постельное белье дешевле очень много. Я пододельник купила недавно двуспальное за 450, а здесь 250. Разница сразу видно, что у меня пенсионерки очень это экономно. Опытные продавцы-консультанты расскажут все о своей продукции. И посоветуют, какое, например, выбрать одеяло. Из бамбука или верблюжья. А в год козы можно и овечье. Не пожалеете. Выставка распродажи ивановского текстиля будет работать в Ледовом дворце Ишталь до 16 января. Каждый день с 10 до 7 вечера.